Почти две тысячи лет назад театр, который вы видите за моей спиной, собрал более 25 тысяч, которые протестовали против служения апостола Павла. Сегодня мы приехали в Древний Эфес, чтобы поговорить о том, как мы с вами можем быть агентами перемен в этом мире. Оставайтесь с нами, я скоро вернусь. Пожалуйста, мы в Турции, возле города Кушадасы, который расположен на западном побережье Турции. Мы отправимся к руинам Древнего Эфеса, будем рассматривать 19-ю главу деяния и служения апостола Павла. Мы будем говорить о том, как Павел менял мир. Он приехал в Малую Азию, ее столицу Эфес, и повлиял на него так, что изменился весь город, а с ним и Малая Азия. Сегодня мы бросим вам вызов. Мы поговорим о том, как вам изменить мир. Этот выпуск называется «Агенты перемен в мире». Я верю, что Бог призвал нас к тому, чтобы нести реальный, ощутимые перемены. Если вы христианин, то вас ждут небеса, и это правда. Но правда также и в том, что Бог пока что держит вас на земле. Вы здесь для того, чтобы изменить этот мир. Сегодня мы будем рассматривать жизнь апостола Павла и его служение в Ефесе. Он сильно повлиял на это место. Мы будем служить и делиться с вами информацией об этом удивительном месте. Вы можете позвонить мне по номеру, который видите на экране. Возможно, у вас возникнут вопросы, касающиеся того, что вы увидите сегодня. Возможно, вы молитесь о том, чтобы Бог помог вам изменить ситуацию в семье, в городе, в стране и в мире в целом. Если вы хотите помолиться об этом, тогда позвоните мне. Вы можете позвонить мне по номеру, который вы видите на экране. Или зайти на наш сайт, адрес которого также есть на вашем экране. Вы можете поделиться своей историей, найти статьи, посмотреть другие выпуски передачи «Мировое влияние», а также помочь мне понять, как я могу молиться за вас. Заходите на наш сайт, никуда не уходите. Вскоре мы отправимся к древним руинам древнего города Ефес. Я верю, что там Бог бросит вызов вашему сердцу и побудет стать агентом перемен в этом мире. Я скоро к вам вернусь. Собременный портовый город Кушадасы в западной Турции — это процветающая община, в которой вы найдете круизные лайнеры, курорты и паломников, направляющихся к руинам Ефеса. В древние времена Ефес был богатым городом. Он славился своим храмом Артемиде, одним из семи чудес древнего мира. Когда его основали в 550 году до нашей эры, он также был портом, выходящим на залив Эгейского моря. Но залив заполнился илом, создав плодоносное поле. Римляне создали искусственный канал, чтобы у Ефеса был доступ к Эгейскому морю. С 100 года до нашей эры, до 120 года нашей эры, Ефес был мировой столицей работорговли. Именно таким был Ефес, когда Павел прибыл сюда во время своей третьей миссионерской поездки в 55 году. Люди слышали об Иисусе, но не были рождены свыше и не приняли Духа Святого. Павел два года смело проповедовал в синагоге, на этих улицах и в училище тиран. Павел был агентом перемен. Волшебники спалили оккультных книг на миллионы долларов. На улицах происходили чудеса, а злые духи уходили прочь. Это отвлекло внимание от местного храма и местных торговцев, которые были связаны с Артемидой. Эти торговцы хотели убить Павла. Они собрали толпу и наполнили амфитеатр людьми, которые скандировали. Великая Артемида Ефеская. На основании размеров амфитеатра мы можем предположить, что там собралось порядка 25 тысяч человек. Павел не пошел на провокацию, а городскому управителю удалось успокоить толпу, избежав кровопролития. Павел вскоре покинул Ефес и далее отправился в Македонию. Сегодня мы находимся на руинах древнего Ефеса в современной Турции. Мы говорим о том, как изменить мир. Бог призывает нас быть агентами перемен. Мы будем рассматривать служение апостола Павла, а точнее, то, как Павел изменил мир в 19 главе Деяний, когда был в Ефесе и Малой Азии. Он пробыл здесь два года. И когда он закончил свою работу, то мир, Ефес и Малая Азия изменились. Сегодня я хочу поговорить о том, как менять мир. Гарри Эмерсон Фосдик сказал так. Христиане должны не просто терпеть перемены или находить в них преимущества, но быть их причиной. Мы должны быть агентами перемен, причиной перемен в мире. Как это происходит? Сегодня я хочу посмотреть на жизнь и служение апостола Павла, а также взять вещи из жизни Павла, которые помогут нам с вами быть агентами перемен для Христа. В первую очередь, чтобы быть агентом перемен, вы должны жить правильно или правильной жизнью. Когда Павел собрал старейшин Ефеса после визита в город Малитус, что на юге Кушадасы, он поделился с ними словами, которые записаны в 20 главе Деяния. И когда они пришли к нему, это 18 и 19 стихи, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васию, все время был с вами, работая к Господу, со всяким смиренно мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев». Павел сказал им, что его жизнь была агентом перемен. Она меняла Ефес. «Я служу Господу со смирением и многими слезами». Когда мы ходим в смирении, в мире, наполненном гордыней, когда мы ходим в любви, в мире, наполненном ненавистью, когда мы ходим с радостью, в мире, наполненном депрессией, мы меняем этот мир. Плод Духа в нас меняет жизни и людей вокруг нас. Если вы будете жить сегодня для Иисуса Христа, то измените свою семью, общину, город, штат, страну, регион. Ваша жизнь повлияет на этот мир. Билли Грамм сказал однажды так, «Мы — Библия, которая читает мир. Мы — то кредо, в котором нуждается мир. Мы — те проповеди, к которым прислушиваются, этот мир». Когда апостол Павел пришел в Ефис, то ощущал себя человеком из другого мира, который изменит этот мир. Именно так мы и должны жить. Мы — христиане, люди из другого мира. Наше гражданство на небесах. Мы не должны быть такими, как этот мир. Иисус молился за нас в Евангелии от Иоанна 17 главе. Иисус хотел, чтобы мы были похожи на Него, с другого мира, но в этом мире, и меняли его. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Я верю, что Бог призывает нас сфокусироваться на другом мире, в который мы однажды отправимся. Наше гражданство, наша вечность находится на небесах с Иисусом Христом. Мы здесь лишь на время. Мы странники и пришельцы, которые должны изменить этот мир для Иисуса. Клайв Льюис сказал, если вы посмотрите на историю, то увидите, что христиане, которые сделали больше всего для этого мира, думали больше всего о следующем. И так как многие христиане перестали думать о другом мире, они стали неэффективными в этом мире. Бог желает, чтобы мы сконцентрировались на Нем, на вечности, чтобы мы могли прожить жизнь, достойную Иисуса Христа, будучи агентами перемен. Второе. Мы не просто должны жить правильно. Мы должны учиться правильным вещам. Павел пришел в Ефес, неся Евангелие Иисуса Христа. Об этом написано в Деяниях, 19 главе. С 8 стиха говорится, «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некое ветеран. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и ельны». Когда Павел встретился со старейшинами Ефеса перед уходом в Иерусалим, то сказал им, «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Если мы хотим быть агентами перемен, то должны учить правильным вещам, чистому Евангелию Иисуса Христа. Именно Ефесиным Павел сказал, «Благодатью вы спасены, по вере, а не от дел». Евангелие обладает силой. И когда мы учим Ему, оно меняет мир. Павел также сказал, что пришел в полноте Божьей силы, чтобы учить всей воле Божией. Он сказал римлянам, «И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Если мы хотим быть агентами перемен, то должны жить с правильным. Это первое. Второе. Мы должны учить правильным вещам. Мы прервемся ненадолго, а затем я вернусь к вам из Древнего Ефеса, чтобы продолжить этот разговор о том, как мы с вами можем быть агентами перемен в этом мире. Никуда не уходите. Я хочу напомнить вам, чтобы вы жили правильно и достигали мира для Христа. Увидимся через минуту. Эфес в древние времена был столицей Малой Азии. В нем жило 250 тысяч человек. Это была азиатская столица Римской империи. Сейчас мы находимся в большом амфитеатре Эфеса. Он мог принять до 25 тысяч человек. В те времена Эфес был городом-гаванью. Море доходило прямо до Эфеса. Это был важный порт, потому что он связывал восток с западом. Фактически Эфес был мостом. Это был конец многих торговых путей, а также конец царского пути. Древний Эфес очень хорошо сохранился. Древние пути вели к библиотеке Цельса. Самая большая библиотека древнего мира находится в Египте, в Александрии. Вторая по размеру находится в Турции, в Пергаме. Ну а третья по размеру находится как раз здесь, в Эфесе. Это библиотека Цельса. Как и все остальные здания этого величественного города, она впечатляет. Так же, как и амфитеатр, который вмещал одну десятую часть всего города. Это двухэтажное здание с тремя входами. На первом этаже находились папирусы, а на втором читальне и комната отдыха. Перед входом в библиотеку находятся четыре статуи, которые отождествляют собой мудрость, знание, судьбу и верность Ефесу. До принятия христианства здесь царило язычество. Люди поклонялись древним богам и богиням. Рядом с Ефесом находилось одно из семи чудес древнего мира. Это небезызвестный храм Артемида Ефесской. Это делало Ефес главным местом поклонения этому идолу, Артемиде. И вот почему апостол Павел Иоанн и Мария посетили эту местность, чтобы поддержать доктрины христианства и распространить их по всему миру. Мы видим их самоотреченную проповедь в стенах этого города, которая принесла перемены далее по всему миру. Сегодня мы говорим о том, что нас призвали изменить мир. Бог призывает нас стать агентами перемен. Я приехал на руины древнего Ефеса, чтобы поговорить о служении апостола Павла. Во многом Павел прибыл как человек из другого мира, чтобы повлиять на этот мир для Царства Божьего. В первой части учения я говорил о двух вещах, которые нужны нам, если мы хотим менять мир. Во-первых, Павел жил правильной жизнью. Его жизнь, его свидетельство об Иисусе Христе и любви Божией, чистоте, мире и радости Божьей. Все это меняло людей, которые встречались с Павлом. Во-вторых, он учил правильным вещам. Два года Павел делился с Ефесиными Евангелием Иисуса, и это изменило их жизни. Я хочу поделиться с вами третьим пунктом. Чтобы быть агентами перемен, у нас должна быть правильная сила. Павел был исполнен Духом Святым, и это было очевидно. Он помог последователям Иоанна Крестителя принять полноту Духа. Павел служил в силе Бога Живого. В его служении в Ефесе происходили уникальные чудеса. Об этом рассказывает Деяние 19 глава о служении Павла. В 11 и 12 стихе говорится, «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Бог всегда творил чудеса в служении Павла. Но автор Деяний говорит, что это были необыкновенные чудеса. Люди брали платки, которым он прикасался, и злые духи выходили. Люди видели, что Бог делал через Павла и решили повторить это, не зная Иисуса, стоявшего за служением Павла. Люди начали говорить злым духом, «Мы изгоняем вас именем Иисуса, которого проповедует Павел». Там жили семь сыновей из Кемы. Они были еврейскими священниками и хотели применить это заклинание против злого духа. Они сказали злому духу, «Мы заклинаем тебя Иисусом, которого проповедует апостол Павел». В тот момент злой дух ответил им, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» У этих молодых людей не было ответа. Они не знали, кто они. Они не имели силы во Христе, и этот злой дух победил их. Библия говорит, что человек, в котором жил этот дух, набросился на них и побил их. Все семь сыновей из Кевы выбежали без одежды и с ранами на теле. Семь бежали от одного из-за того, что не знали власти Иисуса Христа. Когда об этом узнали, то поняли, что нельзя вести себя так, словно ты знаешь о Иисусе. Если ты собираешься бороться с врагом, то его нужно действительно знать. Деяния 19 глава 17 по 20 стих говорят, «Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеем и Еленом и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч дракм. С такой силой возрастала и возмогала Слово Господне. Павел обладал силой в Иисусе Христе, которая давала ему власть над злыми духами. Когда люди поняли, что нельзя просто прикидываться, люди решили очиститься. И где-то здесь, возможно, вот прямо здесь, они сожгли свитки и книги о чародействе, очистив себя от всякого зла. Они хотели иметь правильную силу. Итак, если вы хотите менять мир, то должны жить правильно, должны учить правильным вещам и должны обладать правильной силой. Ну и последнее, четвертое, вы должны бороться с правильным врагом. Павел понимал, кто был его настоящим врагом Ефеси. Позже в послании к Ефесиным, которое он написал из римской тюрьмы, он сказал им слова, записанные в 6 главе 12 стихе, «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Павел понимал, что боролся не с кровью и плоти, людьми, но с начальствами и властями врага. Как-то он сказал, что боролся со зверем в Ефесе. Это было место величайшей духовной борьбы Павла. Он понял, что борется не с людьми, а с начальствами и властями, стоящими за ними. Павел изменил Ефес. Он поднял весь город на уши. Люди, которые зарабатывали деньги, продавая предметы с изображением богини Артемиды, чей самый большой храм находился здесь, поняли, что их прибыль уменьшается из-за того, что люди обращались к Богу. Они собрались вместе и подняли бунт. Во время этого бунта они заполонили амфитеатр, который мы уже показывали вам. В то время он вмещал 25 тысяч человек. Весьма величественное здание. В этом городе поднялся бунт против Евангелия и Павла. Если вы будете менять мир, то у вас обязательно будут враги. В тот раз люди отговорили Павла идти в театр. Он решил отступить, потому что понимал, что борется не с кровью и плотью, а начальствами злобы поднебесной. Мы должны понимать, когда нам нужно участвовать в битве, а когда и нет. Я уверен, что христиане разделяются потому, что мы боремся с земными силами. Бог призывает нас, христиан, подняться на высший уровень и увидеть настоящего врага. Это не другие верующие в Иисуса люди. Нет. Наш настоящий враг это сатана, и мы должны вместе выступить против него. Итак, как же нам изменить этот погибающий мир? Я хочу напомнить вам высказывание великого христианского философа Клайва Льюиса, который сказал, если вы посмотрите на историю, то увидите, что христиане, которые сделали больше всего для этого мира, думали больше всего о мире следующем. И так как многие христиане перестали думать о другом мире, они стали неэффективными в этом мире. Во-первых, живите правильной жизнью, учите правильным вещам, обладайте правильной силой и боритесь лишь с правильным врагом. Я верю, что по благодати Божией мы можем изменить этот мир. Сегодня мы говорили о том, как менять наш мир. Мы должны быть людьми из другого мира, меняя этот. мы побывали на руинах древнего Эфеса, здесь Павел провел два года в служении, меняя это место. Сегодня мы говорили о том, что нужно жить правильной жизнью, учить правильным вещам, обладать правильной силой и бороться с правильным врагом. Я молюсь о том, чтобы вы приняли эти принципы во всех сферах жизни и стали агентом перемен в своей семье, общении, церкви, городе и в мире. Я люблю посещать такие места, как Ефес. Амфитеатр, что вы видите сзади меня, был наполнен людьми, которые выступали против того, что Бог делал через Павла. Когда в последний раз собирался стадион на этом месте, чтобы выступить против того, что Иисус делает в вашей жизни. Иногда мы смотрим на наш мир и думаем, что зло доминирует в этом мире. Но, знаете, Павел также жил в мире, где доминировало зло. Он понимал, что за людьми, выступившими против него, наполнившими этот амфитеатр, стоял определенный дух. Павел сказал, что мы боремся не с кровью и плоти, но с начальствами злобы поднебесной. И в этой борьбе Павел одержал победу благодаря Иисусу Христу. Возможно, сегодня вы тоже боретесь со злом. Вы хотите менять мир, но вам трудно жить правильно, трудно принять силу Духа Святого. Если это так, то позвоните мне по номеру, который вы видите на экране. Или зайдите на наш сайт, адрес которого также указан на ваших экранах. Расскажите нам, что происходит в вашей жизни, в вашем Ефесе, и как вы пытаетесь изменить свой мир. Я с радостью пообщаюсь с вами, заходите на наш сайт или звоните по номеру, который вы видите на экране. Я верю, что Бог призывал нас менять этот мир. Не просто жить и ждать времени, когда мы попадем на небеса, но менять этот мир. Я верю, что мы можем, мы должны и даже обязаны быть агентами перемен Царства Божьего. С вами сегодня, как и всегда, был Билли Уилсон. Вы смотрели программу «Мировое влияние». Сегодня мы с вами были в древнем городе Ефесе, Турция, где мы проповедовали Иисуса Христа этому миру. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом Университета Орла Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте «Как получить диплом по одной из 65 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарно». Наш университет гордится тем, что поддерживает движение Духа по всему миру через Конгресс Empowered 21. Получите более подробную информацию об этом и других запланированных мероприятиях на веб-сайте, который указан на ваших экранах. Также вы можете попросить нас о молитве, поддержать это всемирное служение или поделиться своим свидетельством по телефону, который сейчас на ваших экранах. Говорят, нет ничего нового под солнцем, все уже было сделано. Так зачем пытаться? За тем, что ваша история еще не была рассказана. Вы должны быть смелыми, чтобы начать строить. Пора закладывать фундамент в том месте, где обитают большие мечты, где вас подтолкнут к лучшему в вас и запустят ваше предназначение. Смелое видение Университет Орла Робертса Орла Робертса Орла Робертса Не делайте никаких маленьких планов. Это убеждения, которые делают люди с глобальным мышлением. Люди, которые думают, что нужно идти на большее либо отправляться домой. Люди, которые быстро срывают планы статуса КВО. Люди, которые хотят изменить мир. К чему бы вы ни были призваны, знаете следующее. О.А.Ю. Это место, где вдохновляют великолепием. Здесь говорят о силе идеи и силе перемен. Все, социальная атмосфера, духовное состояние и академическое направление. Исполненные силой. Определение словаря, принявший власть, смелый и вдохновенный. В университете Орел Робертса мы обучаем поколение вдохновенных духом лидеров мужчин и женщин с более чем ста стран, готовых производить перемены. И это работает. Журнал Forbes назвал наш университет один из лучших университетов Америки. Princeton Review назвал его лучшей на Западе. Согласно Times Higher Education и Wall Street Journal университет Орел Робертса на 12 месте по вовлеченности студентов. The Daily Beast назвал его одним из пяти самых здоровых университетов. На канале Travel Channel наш университетский городок назвали чудесным. Если вы настроены сделать вашей жизни что-то значительное, присоединяйтесь к нашему вдохновенному богам всемирному сообществу. Мы здесь не строим мелких планов. И вам тоже не стоит. Мы обучаем целостных лидеров для всего мира. Это наша судьба, а возможно и ваша. Университет Орел Робертса имеет онлайн-студентов во всех часовых поясах. Пока будущий предприниматель учится до завтрака, молодежный лидер слушает лекцию по дороге на работу, бухгалтер изучает статистику во время обеденного перерыва, психолог заканчивает эссе поздно вечером. И все в одно и то же время. Уор предлагает 34 специальности в 24-часовых поясах. Мы можем вписать наполненное духом образование в ваш бешеный график.